Добрый день! Сегодняшний наш урок будет посвящен специальному подводящему упражнению, которое поможет вам научиться крученной подаче. Я на собственном опыте знаю, как тяжело детишек 8-9 лет научить крученной подачей. Им гораздо проще плоско толкнуть мяч на ту сторону, прием еще не сильный, и поэтому розыгрыш они завязали, и этого им достаточно. На самом деле, конечно же, в ближайшем будущем им понадобится хорошая крученная подача вторая, и вот нехитрое упражнение, которое я вам посоветую, можете им свободно пользоваться. Итак, вы говорите вашему ребенку или сами, допустим, если хотите научиться, нужно взять ракеточку за середину, поднять руку так, как вы уже подготовили ракетку к выносу, то есть вы уже завели, ракетку, сейчас вы готовы к выносу. Супинация и пронация. Естественно, ваша свободная рука тоже будет поднятой. Вы подбрасываете мяч и наносите удар через стеночку. В данном случае вам придется завести ракетку под мяч, колпачок направить вверх и ударить по мячу снизу вверх. Если вы этого не сделаете, не сделаете, то, соответственно, ребенок ударит в сетку, мячик отскочит назад, ему этого не захочется. И он будет стараться как можно лучше выносить ракетку наверх. Естественно, расстояние, вот сейчас я слишком близко подошел к стенке, расстояние нужно взять такое, чтобы не задевать ракеткой железо. Очень важно в этом упражнении еще сказать детям, очень важно, чтобы они не подбрасывали мяч в сторону. То есть подброс должен быть над вашим свободным плечом. Тогда ваша ракетка легко уйдет под мяч, головка легко уйдет под мяч. Если же мяч будет в стороне, то это будет фактически резаная подача, и вы не сможете сделать хорошее быстрое окончание. Еще несколько подач я подам. Сергей замедлит. Здесь очень хорошо видно, как у меня поработает предплечье наружу. Вот таких вот 100-200 подач подряд. После этого вы можете брать ракетку уже, естественно, за конец. Взяв ракетку за конец, вы немножко отойдете подальше, чтобы увеличить расстояние между собой и стенкой. И продолжайте делать то же самое. Очень важно не ломать ракетку слишком рано в кисти. Пронатца идет наружу, в предплечье. И удержать ваше свободное плечо. Если вы слишком рано уведете плечо, вы развернетесь лицом к стенке слишком рано, и, соответственно, вся рука пойдет вперед. Видите, как долго я держу свободную руку. Вот. Вот сейчас вы тренируете пронацию. Дальше вы подключаете, естественно, ноги. С подставкой уже, с ногами, с выталкиванием. Все идет наверх. Ну, здесь еще дальше нужно таких, потому что это еще более амплитудно. Вот такое простое, нехитрое упражнение. Используйте его в тренировках для себя или для ваших учеников. И они будут хорошо подавать крученую подачу. С вами был Андрей Меринов и Сергей Подоляк. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok